Заслуженный профессор Московской Православной Духовной Академии Алексей Ильич Осипов Статья «Как мы незаметно поклоняемся Антихристу» Мы стремительными темпами приближаемся к тому уровню материализации, обмерщения сознания, которыми заражена вся Европа, считает профессор Московской Духовной Академии доктор Богословий Алексей Ильич Осипов. Пророчество Христа о грядущем, о христианстве и о его судьбе на земле – это страшное пророчество. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? О чем идет речь? Вообще вера, как состояние сознания, всегда была, есть и будет. Речь в данном случае идет о правой вере, о правильной вере, о православии. Происходят тяжелые, я бы даже сказал, страшные изменения сознания людей, когда Христос уже открыто подменяется. Кем? Тем, кто назван в Евангелии Антихристом. Эта подмена происходит очень просто. Христос говорил, «Царство Мое не от мира сего». Его задачей является исцеление души человеческой. И это единственная цель и смысл существования Церкви. Цель – это исцеление, указание пути, указание средств, дарование средств, исцеление. Почему именно на исцеление души направлены все усилия? Почему Христос ничего не сделал в социальном и политическом плане? По очень простой причине. Только чистая душа способна без вреда для себя получить все и материальные, и духовные блага. Понимаете, при каком условии с христианской точки зрения возможен социальный, культурный, экономический прогресс? Без очищения души от всех гадостей, которые в ней присутствуют, дарование получения человеком и человечеством земного благополучия будет являться для него роковым, словно кинжал в сердце. Вот о чем говорит христианство и чему противостоит антихристианство. Вся суть царства и антихриста будет заключаться в проповеди дарования всех земных благ, какие только можно. И здесь будет страшный обман человечества. Чем будет совершен обман? Обещанием благ. Каких? Туалеты и золото. Большего счастья не придумать. Только духовно и нравственно чистый человек может без вреда для себя получить все блага материальные, культурные и прочие. В противном случае люди будут развращенными, когда им подавать только с хлеба и зрелищ, и больше ничего. В противном случае все эти блага явятся смертельным ядом для людей, которые в конечном счете их и погубят. В связи с развитием научно-технического прогресса и в связи с тем, как меняется христианское сознание, особенно ярко это видо на Западе, где происходит потрясающая материализация сознания. Мы оказываемся перед выбором, кто же нам нужен. Христос с его духовными благами, который ничего не сделал в плане политическом, экономическом и социальном, или антихрист, который все даст. Все даст. Голосуйте все за него. Посмотрите, что ищут люди. Православного царя-помазанника. И что он сделает? Он даст нам все социальные блага? Всех чиновников, мошенников и пройдок уберет? Поставит людей чистых, порядочных, совестливых? Интересно, откуда он их возьмет? С какой планеты? Когда преподобного Нектаря-Оптинского спросили, будет ли на Руси православный царь, он ответил, антихрист, антихрист, антихрист. А святитель Игнатий Брянчанинов в письме писал это же пророчество. Наш народ может и должен стать орудием гений из гений, антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Ни в одном народе нет такого желания, нет такой жажды царя, как у нас. Почему мы так хотим царя? Что нам мешает быть православным прямо сейчас? Помните, в Библии написано, как евреи просили у Бога царя? Разгнелся Бог, что они просят царя, и дал им бесноватого Саула. Получим и мы в этой своей жажде. Это вскрывает атмосферу нашей души. Что нам хочется? Что нам нравится? Ни Бог, ни спасение, ни святость. Нам нужны могущество, сила, материальные благополучия, царь-помазанник. Вы теперь понимаете суть пророчества Христа? Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Вы думаете, храмы наши снесут, золотые купола исковеркают, колокола сбросят, как делали в 1917 году? Нет. Это все заберите себе, пожалуйста. Вы только христианами не будьте. А будьте антихристианами. Больше ничего и не надо. Когда во главу угла ставится недуховное воспитание человека, на что должно быть обращено все внимание, на то, ради чего только Христос пришел. Мы же знаем, ради чего он пришел. Он не стал императором, не стал реформатором, не стал социальным деятелем, не стал экономистом. Весь Запад уже давно сошел с ума. Все ограничено социальной деятельностью, полное обмерщение сознания. Самое большее, о чем говорят епископы, это о нравственности. Нравственные могут быть и атеисты, и буддисты, и мусульмане. Нравственность, конечно, нужна. Но суть-то не в этом. Преподобный Исаак Сирин писал, «Воздаяния бывают не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению». И если не будет этого, напрасны все труды нравственные, все достижения. Отсюда такое пророчество. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...